приветствую всех любителей бильярда кубок вызова 2010 году прошел в украине полуфинале встретились евгений сталев и ярослав торновецкий счет 3 3 разбивает победитель предыдущей партии также как и в прошлой партии евгений сталев забивается разбоя играет московскую пирамиду комбинированную пирамиду если применять новое название при забитии свои к шар снимает атакующий но в случае штрафа шар выставляется с полки на стол победитель получает 4000 долларов финалист 3000 занявшие 3 4 места по 2000 долларов 31 вел ярослав но пока выиграть не сумел последние две партии со счетом 81 и 83 выиграл евгений а и Хороший отыгрыш. Пока формально можем присудить инициативу Евгению Сталеву, так как удается ему держать ее за счет дальних отыгрышей, отыгрышей к дальним лузам, а Ярослав вынужден подкатывать, проводки хорошие нет и демонстрирует нырок относительно удачный, хотя есть свой и чужой. Смотрит в случае незабития своего какая получится позиция, и как раз по моему там этот левый шар немного мешает хорошо отыграться, поэтому нужно проявлять точность. И теперь Ярослав может отыгрываться к дальней лузе, или на дальний короткий борт, но предпочитает не рисковать, а делать отыгрыши попроще. Теперь ситуация изменилась, нет смысла отыгрываться вдаль. А можно уже пытаться что-то забить на оттяжки. Ставит на короткий. Теперь нет отыгрыша от длинного борта с Вайка к себе. И рассматривает нырок Ярослав. Довольно трудный и рискованный. Если не забивал, то отдавал позицию, конечно. Так как много стояло по углам легких шаров и надеяться на случайный отыгрыш было очень тяжело. Ну, поэтому и нырял, что в случае забития и позиция доставалось ему хорошее, перспективное. Спасибо. 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 Следую вам. Все проверяет, чтобы технически исполнить как можно точнее. Пока все хорошо, игра с руки идет неплохо и в центре еще есть шары, учитывая, что сам игрок снимает, перспектива очень хорошая. Евгений пока спокоен, удалось ему выиграть две последние партии и поэтому даже в случае проигрыша результатом можно быть относительно довольным. 4-1 Ярослав впереди, пять шаров с кия Ярослава, пять свояков, теперь выбор потруднее. Третий справа, от него можно бить или второй справа, относительно этого ракурса снизу. Ставит на второй снизу, от него будет бить. Непростой был шар, нужно было угадать дугу, отдать хорошего винта. На трудный удар идет Евгений. Удар был нырковый, так как скатывать здесь не получалось. И биток ушел неконтролируемо в середину, легкий свой счет достался Ярославу. Убирает шар на игре. Который не нужен Ярославу. Забивает седьмой шар. Будет бить нетрудного сваячка. Ставит шар, удар и, на мой взгляд, закономерный промах. Слишком близко к Лузе стоял белый шар. Стоял он не на борту. И называть его дармовым, чтобы бить так поспешно, я бы не стал. Стоял бы белый шар на пол шара дальше от Лузы. Да еще и поближе к борту. Да, при игре с руки. Сто процентный, дармовой, с закрытыми глазами. Можно бить быстро. И тем не менее, 7-1 для комбинированной пирамиды. Счет очень комфортный. Не очень хороший отыгрыш, но более-менее удачный был у Ярослава. Тут же наказание. Трудный шар забивает Евгений. Удар с одного замаха. Очень точный. И еще один шар. Прекрасный по результату удар. Чужой шар тоже не помешает. В данной ситуации выжил максимум из позиции Евгений Сталев. И теперь с тремя белыми шарами он уже может контролировать ситуацию. Более-менее. Хорошая проводка. И... Мог этот шар решить судьбу матча. Пять-семь. Совсем это не один-семь. Пять-семь. КОМ-Иш- но небольшая ошибочка 5 ярослава не доводит он белый шар до правого борта и тут же перехват инициативы вот и греши то что должен был сделать ярослав делает евгений у евгения все получается такой позиции конечно нужны стараться подводить белые шары друг другу поближе и тогда возможно ты получишь шанс от соперника при неточном отыгрыше вот так примерно и надо действовать и неважно где будет желтый шар относительно конечно чуть правее левее чуть дальше от борта а это штраф шар будет выставлен на штрафную точку с полки ярослава счет становится 6 5 ярослав по-прежнему впереди и уже не есть скат на левую дальнюю лузу 66 неплохая атака и видим уже уверенность в действиях сталик всем широк на мой взгляд чуть ближе к борту надо было поставить желтый шар евгений немного ошибся он в резкие но это всегда тяжело под таким углом определить ее так же впрочем как и когда ярослав не забил восьмой шар тоже можно было поставить ближе к левому борту и с руки бить тут нетрудный сваячок свой к себе белые к белому просто убийственные вот игры шеи от евгения сталева один за другим следует то при счете 71 что сейчас не увидел в данной позиции евгений сталев подвода шаров друг другу белых и отыгрался кузи с попыткой забить от борта это неплохой уже от ярослава и на атаку решился евгений сталев здесь конечно немного повезло знал наверняка евгений что случае промаха возможен контратуж на отыгрыш но могло и не повезти конечно а здесь совсем плохой удар делает ярослав и и очередная точная атака свайка от евгения сталева и невероятная партия заканчивается вместе с матчем его победой поздравляет его с невероятной победой евгений курта канебек сагенбаев и павел кузьмин и выходит евгений финал и и и